Здравствуйте, девчаток, те, кто к нам присоединяется. Сегодня у нас четверг, 2 часа дня, и мы с вами говорим про дизайны, про декоративные покрытия. Говорим с вами о том, чтобы можно было бы придумать какие-нибудь быстренькие дизайны, чтобы сильно мастер не напрягался, чтобы сильно долго не задерживать клиента во время процедур, во время покрытия ноготочков гель-лаком, либо, допустим, делая коррекцию. Так, ну, это я просто потихонечку, да, надела, тут натянула перчатки. И пытаюсь, ой, чуть-чуть, все, надела перчатку, но успела ее даже порвать. Так, значит, всем привет еще раз, сегодня четверг у нас. По четвергам в 2 часа дня мы встречаемся ВКонтакте, да, и проводим с вами прямой эфир. С вами сегодня буду я, Наталья Коклюгина, вот, мастер без головы, только с работами. Значит, сегодняшняя наша задача, значит, сделать красивое декоративное покрытие, так называемый градиент. Вот, градиент и, как бы, сделав фон, да, благодаря, например, двум-трем цветам гель-лаков и сделать какой-нибудь незамысловатый дизайн. Такой, чтобы было и красиво, стильненько и быстренько, самое главное, быстренько, да, вот. Значит, в моем задании в сегодняшнем стояла следующая тема. Мы берем в работу сегодня с вами гель-лаки из коллекции от компании Эми Lost and Time. Коллекция из восьми цветов. Коллекция из восьми цветов. Здесь есть и зелененький, и желтенький, и такой бордовенький, и какой-то темно-коричневенький такой цвет прикольный, и беленький перламутровый цвет. Значит, совершенно, в принципе, разные цвета, ну, на вскидочку, конечно же, ну, какие, вот, допустим, вы бы цвета посочетали бы между собой. Ну, конечно же, это, наверное, будет вместе прикольно смотреться желтый с зеленым цветом, да, 393 и 392 цвет. Какой еще красиво будет смотреться? 388, ну, такая претензия на красный, да, бордовый цвет с желтым, в принципе, тоже прикольно. Можно добавить к ним сверху еще, допустим, какой-то темно-коричневый цвет, вот. Красиво какие еще будут смотреться? Ну, вот, например, вот эти два цвета, 391 и 394. По большому счету, я когда первый раз открыла коробку, я подумала, боже, вау, они все такие разные, как бы, наверное, будет сложновато подобрать какие-то варианты. Но стала пробовать, и на самом деле оказалось, что очень много разных вариантов абсолютно, которые можно сделать. То есть, моя задача сегодня вам рассказать про градиент, как это возможно сделать. Листая Инстаграм, девчат, знаете, я как бы обратила внимание, что есть миллион способов. Кто-то там капельки наносит поперек, смешивает там, относительно нактилопластины, поперечное, получается, смешение цветов между собой. Кто-то там, например, акриловой пудрой посыпают поверхность, и потом уже по акриловой пудре делают смешение цветов. Кто-то, значит, просто аэропуфингом, да, напыляет на кончик, допустим, дополнительный какой-то цвет и так далее. Значит, ну, по-разному все делают градиенты. Я считаю, что вариант, который я вам покажу, мне кажется, это самый простой. Вот без всяких вот наворотов, без ничего абсолютно. То есть, вот только воспользовавшись кисточкой, считаю, что у компании Эми, ну, я живу, конечно, здесь очень много лет, и я считаю, что, как бы, кисточки самые лучшие у компании Эми, у компании Екатерины Мирошниченко. Вот, и, например, кисточка для градиента, она у нас одна единственная, правда, называется кисточка Омбре, Омбре. Вот, номер 4. Она у нас одна единственная, не ищите никаких ни шестерок, ни восьмерок, ни троек и так далее. Она у нас одна единственная, номер 4, называется кисточка Омбре. Я считаю, что с помощью этой кисточки очень легко делать смешение гирлаков между собой. Значит, кисточка искусственная, синтетическая. Ну, нужно сказать, раз уж мы заговорили за кисточки, то, конечно же, проговорим еще раз, и многие знают, что синтетические кисточки нельзя мыть в спиртосодержащих растворах, в ацетоносодержащих растворах, в обезжиривателях, в жидкостях для снятия гирлака. Достаточно, если перед работой вы будете промывать кисточку в капельки базы. Обыкновенная база, жидкая база, ну, вот у меня тут есть под руками, бейсгель у нас. Жидкая база. Вот, значит, кисточку смачиваем в базу и вытираем салфеткой. Можно влажной салфеткой вытереть, можно сухой салфеткой. Вот, поэтому, как бы, уход за кисточкой совершенно простой, такой банальный-банальный. То есть, как бы, просто база очень хорошо вымывает. Если базы нет под руками, можно воспользоваться, допустим, любым топом, да. Но, если честно, мне очень трудно представить себе мастера, у которого нету базы под рукой, правильно же? У всех всегда есть база. Ну, разве что, может быть, у кого-то в основном камуфлирующие базы. Вот, ну, конечно, лучше промыть просто в прозрачной базе, жидкой базе, обыкновенно. Ничего такого сверхъестественного. Я вам сейчас это все продемонстрирую. Я пока герлочки в сторону отставлю. Так, возьму палитрочку и вот капельку базы капной. Вот, смотрите, если плоский цоколь у кисточки, смачивайте кисточку сначала с одной стороны, потом с другой стороны. То есть, ничего сверхъестественного. Все вот так смочили с одной стороны хорошенечко. Понятно, что я взяла новую кисточку, красивую, чтобы на экране показать. Сейчас я покажу кисточку, которая со мной живет уже, ну, и не знаю, больше, наверное, года. Для приличия надо, наверное, взять это, хотя бы протереть ручку. Все, вытерла. Ну, чтобы не сильно позорно было показывать. Вот, смотрите, девчата. Она очень хорошо по-прежнему держит свою форму. Разве что только, конечно, со временем уже вот вытерлась, да, значение. А так это вот та же четверочка, та же кисточка для того, чтобы сделать градиент. Она очень хорошо держит свою форму, несмотря на свой возраст. Так, теперь кисточку смочили в базу. Старую кисточку свою тоже смочу в базу. И после этого, конечно же, вытираем, вытираем салфеточкой. То есть, ничего сверхъестественного. Салфетка нам всегда потребуется. Это может быть просто банальная салфетка безворсовая. Это может быть любая другая салфеточка, которая есть у вас под руками. Можно любую влажную взять. Ну, беспиртовую, да, все-таки, наверное. И влажной салфеткой вытирать. Вот новую кисточку можно будет отличить только по надписи. Вот она есть на ручке. А так, видите, форма волосочков осталась прежней, несмотря на больше года она у меня, конечно, уже. Есть, конечно, моменты там. Но в основном, в общем и целом. Очень хорошо держит свою форму. Очень хорошо смешивает гирлаки между собой на поверхности ногтевой пластины. Так, крайний, крайний верхний. Ага, сейчас я подняла глаза. Привет из Израиля. Здравствуйте. Привет, красота какая. Красота, всем привет, всем привет. Так, что еще, что еще. Здравствуйте, добрый вечер. Привет из Израиля, уже прочитала. Она классная проверена. Это по поводу кисточки, правильно же, да, Лиз? Так, расскажите, как вы делали крайний верхний. Здравствуйте, кисточка от Эми самая лучшая. Призоединяйся с троймя, удобная. Так, значит, вы имеете в виду красный вот этот, да? Ну, мы, конечно, его и сделаем, а почему бы и нет? Какой-нибудь сделаем желтый-зеленый, желтый с красным, да? Видно, девчата? Это я просто сделала так, чтобы было понятно, да, что на всех пальцах этого делать совершенно не обязательно. Я имею в виду градиент. Видите, участвуют два цвета. Эти цвета могут быть просто... Градиент из двух цветов сделали, потом один из них идет просто для покрытия всех остальных пальчиков. Видите, прикольно получается. Так, и очень прикольно, я еще люблю в дизайны добавлять гель-лак номер 317. Видите, вот этот с крапушками такой, нейтральный вообще. Он практически никакого цвета не несет в себе. При этом цвет покрытия не портит, но прикольно добавляет такой немножко шар. Видите, вот эти вот крапушки, которые есть. Так, ну а пока фиолетовый, да, да, фиолетовый, да, тоже из коллекции. Это 394 смешанный с 391. Ой, простите, хотела быстро показать. Вот спросили, да, видите, 394 и 391. Тоже из коллекции Loss and Time, да, да, да. Тоже он. Скорее всего, может быть, знаешь, немножко изменился цвет за счет того, чтобы их смешивали между собой. Ну что, потихонечку поедем. Значит, наша тема градиент. Градиент, и для градиента мы будем использовать гель-лак именно из коллекции Loss and Time. Так, мне нужно немножечко уменьшить вот так в размере. Так, и мы с вами начинаем потихонечку делать какой-нибудь симпатичный градиент. Ну давайте возьмем, например, 393 номер и 392 номер, да. Такое будет более полятное сочетание для всех. Причем, например, вверху, в технике, в которой я сейчас вам покажу градиент, абсолютно неважно, какой у вас вверху цвет, темный или светлый, абсолютно не в этом дело. В этой технике можно смешать все, что угодно, не прибегая, значит, не беря в работу никаких других дополнительных материалов, будь то акриловая пудра или там аэропуфинг. То есть абсолютно неважно. Мы с вами будем брать только укрепленный базой ноготь, да, подразумевать. И два цвета, например, в данном случае. И кисточка для градиента. Хоть она и называется у нас кисточкой омбре. Итак, верхнего цвета я всегда стараюсь нанести чуть меньше, чем нижнего цвета. То есть верхний цвет – это цвет, который будет потихонечку переходить, да, как бы сверху от кутикулы к свободному краешку, да, тот, который будет потихонечку вымещать с собой нижний цвет. И прежде чем я начну потихонечку распределять герлочки по поверхности ногтевой пластины, девчат, я вот так посерединочке аккуратненько смешаю их между собой. То есть, грубо говоря, у меня получается верхний цвет, смешанный цвет и нижний цвет. На кисточке, конечно же, сейчас смешанный цвет, поэтому аккуратненько вытираем. Так, кисточку. И совершенно чистую кисть переносим под кутикулу. И теперь, девчат, я обычно у девчонок в классе говорю о том, что мы начинаем с вами от кутикулы двигаться вниз к свободному краешку. Итак, аккуратненько, как будто бы натягивая верхний цвет на нижний, туда, обратно по этой же полосе, чуть ниже, туда, обратно, чуть ниже, туда, обратно, чуть ниже. Девчат, и ничто не должно отвлечь вашего внимания. Мы проходимся от начала до конца. Ваша самая главная задача в первом слое добиться плавного перехода цвета от одного к другому. И сейчас я прохожусь второй раз. Все покрытия обычно делаются в два слоя, правильно? Это же не секрет ни для кого. Поэтому мы сейчас с вами пройдемся второй раз, добьемся плавного перехода цвета. И только потом нанесем после просушки второй слой, и все повторится заново от начала до конца. Вот, смотрите. Значит, сейчас у меня даже немножечко идет преобладание зеленого цвета над желтым. Да, он так немножечко заместил с собой. Значит, во втором слое можно сделать вывод, что верхнего цвета я нанесу меньше, чем в первом слое. То есть нанесу совсем чуть-чуть, а желтого цвета нанесу чуть побольше. А пока я все это дело просушиваю. И просушим, как любой гирлак, 30 секунд. Спасибо, надо попробовать. Палитра тоже Эми. Вы имеете в виду вот эту стекляшечку, Анна? Это покупали стекляшку, эту покупали в Икеа, когда-то давным-давно. Это подсвечник из-под толстой свечи. Вот сюда вот ставится свеча. Видите? А если бы были дырки, то это было бы похоже на пепельницу. Ну, то есть под сигаретки, да? А так как нет, то это вот подсвечку под толстую. Это подсвечник. Когда переворачиваешь, очень ровная поверхность очень легко вытирается. Поэтому мы используем вот такие стеклянные подсвечники в качестве палитрочки, да? Так, простите, телефон поймал глюк и стал неуправляемым. Так, с сухой кисточкой, с сухой кисточкой, галочка, не пойму вопрос. Так, Альфия, с сухой кисточкой, не пойму вопрос, да? С сухой кисточкой? Ну да, чистой сухой кисточкой мы смешиваем цвета между собой. Так, ну а теперь, девчата, мы повторяем все то же самое. Итак, значит, это будет второй слой. Значит, второй слой рекомендую всегда наносить очень тонко, прижимая кисточку. Аккуратненько, примерно там одна третья часть ногтевой пластины, это будет верхний цвет. Две третьи части ногтевой пластины, это будет цвет второй, нижний, да? То есть получается. Аккуратненько. Тоненько-тоненько наносим. Так, и чистой сухой кисточкой аккуратненько смешиваем серединочку между собой. Все, все движения кисточки сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Все четко, сходили туда-обратно. Так, девчата, я обычно еще рекомендую, например, это цвета, конечно, они очень несложные, совершенно несложные. А если цвета будут очень сильно полярные, например, один будет очень темный цвет, другой будет очень светлый цвет, можно, знаете, смешивая посередине два цвета, подмешать границы еще между верхним цветом и смешанным цветом, между смешанным цветом и нижним цветом. И только теперь сухой кисточкой перемещаю ее под кутикулу аккуратненько туда-обратно чуть ниже, туда-обратно чуть ниже, не останавливаясь, аккуратненько натягиваем верхний цвет на нижний. И даже часто бывает, когда цвета несложные, но имеется в виду похожие друг на друга, даже не обязательно проходиться второй раз, потому что цвета и так уже смешались и все хорошо получилось. Так, аккуратненько проходимся еще разочек, еле-еле-еле, прикасаясь кисточкой к поверхности покрытия, мы с вами натягиваем верхний цвет на нижний цвет. Все, и просушиваем в течение 30 секунд. Галина пишет, очень нужен в продаже софт Милк Вайт. Ну, Галочка, нас смотрят и менеджеры, девчонки тоже, то есть я думаю, что они возьмут во внимание в маркетинге, они как бы подумают, ну, наверное, услышат вас, увидят ваш комментарий и дадут либо комментарий по этому поводу, либо возьмут на вооружение ваши пожелания. Так, ну и теперь, девчонки, просушив 30 секунд, мы с вами добавляем сюда в работу черный герлочок и покрываем вот эту вот часть ноготочка, которая у нас осталась без покрытия. То есть не нужно было мучиться, чтобы там весь ноготь покрывать, и теперь аккуратненько вот сюда вот аккуратно наносим черный цвет. Очень красиво любые цвета сочетаются с черным, и герлаки, которые относятся к коллекции Lost in Time, не исключение. Они тоже будут очень круто сочетаться и с белым цветом, а особенно с черным. Так, сейчас поправим немножко из-под камеры, мне неудобно выглядываю тут с краешку. Так, и теперь просушиваем, да, естественно, естественно просушиваем. Дальше, девчат, может быть любая тема развития, мы можем с вами взять в работу слайдеры. Слайдеры, которые с какими-нибудь красивыми там орнаментами, например, да. Кстати, орнамент леопардового принта или тигрового принта на самом деле как бы не исключение, да. То есть тоже у нас такие вот слайдеры были, видели все, и тигры, и леопарды. Вот, после того, как слайдеры как бы стали уходить на задний план, да, потому что вышли вперед пластины для стемпинга, и у нас тоже у Эйми есть пластиночки для стемпинга. Вот, их всего 8 штук, и мы можем с вами добавить в работу, например, вот как раз-таки абстрактные принты, ну вот эти вот. Допустим, машинописный тес какой-нибудь можем взять. Хотя я, наверное, все-таки больше хотела вот этот такой вот с леопардами, с зебрами и так далее. Так, значит, предлагаю в работу взять пластинку для стемпинга, да, и продолжить работать именно с какой-нибудь абстрактным каким-нибудь, да, теснением. Это, кстати, может быть и змеиная кожа, это может быть крокодил, это может быть зебры, это могут быть леопарды, все ходовые принты на одной пластине. Так, ну давайте зеброчку возьмем, видите, вот этот вот зебрик, тигрик, неважно. Так, очень нужен так, софтмилк, прочитала, да, в продаже есть софтмилк, white gel 5, 15, 50, вот нам подсказывают девчонки и предлагают вам даже ссылочку, обратите внимание. Так, ну а мы продолжаем. Значит, возьмем в работу подушечку для стемпинга. Сейчас, минуточку. Так, возьмем в работу лачок черненький, тоже от компании Эйми возьмем. Так, черная есть. Так, девчат, ну, чтобы отпечатать хорошо стемпинг, да, ой, ну, в технике стемпинг, да, хорошо поставить, как бы, рисуночек вот на вот эту часть, где мы сделали градиент, конечно же, вытираем липкий слой, да, чтобы отпечаток был четким, чтобы он не расползался, чтобы с первого раза у нас все получилось. Так, ну и надо чем-то найти, убрать лишнее. Мне, знаете, вот не нравятся вот эти всякие там, которые с подушками продаются, эти пластиковые такие карточки. Я вообще пользуюсь вот такой, банально, от старой симки какой-то. Она тоненькая, очень хорошо убирает все излишки краски, неважно, гелевой краски, лаковой краски, с поверхности пластины металлической. Так, и мы с вами сейчас, сейчас буквально минуточку, так, нанесем краску, уберем все лишнее. Легкий накат давить совершенно не нужно, абсолютно от слова совсем. Так, весь рисунок мы набрали. Так, отпечатываем на нашу поверхность, там, где у нас с вами есть градиент. Так, смотрите, вот отпечатала, и еще вот сюда, наверное, сейчас я вот так вот возьму и допечатаю. Так. Маленький кусочек в нижней части надо доработать. О, вот так. Так, ну, лаковая краска высыхает, конечно же, быстро очень сам на воздухе, то есть нигде специально просушивать не нужно. И что хочу сказать, там, где мы, конечно же, поставили рисунок, ну, черной краской на черный фон, естественно, его там не видно. Так, ну и остается мне только доработать границу, да. Часто бывает, что когда вы делаете градиент на клиентах, даже больше ничего и не хочется, по большому счету. Потому что декоративное покрытие в виде перехода из одного цвета в другой, где участвует два, три, даже иногда четыре цвета, вот. Вот, конечно же, уже само по себе красиво, поэтому даже иногда не требует никаких дополнений. Ну, а так как все-таки мы привыкли, как бы, все равно что-то добавлять в работу, работу там с шермикончиками, ну, с наклеечками, со слайдерами всевозможными и так далее. Поэтому мы, конечно же, бесконечно пытаемся что-то добавить, чтобы было интереснее и красивее. Хотя будет смотреться очень по-взрослому, на самом деле. Сложный фон, простой рисунок сверху, смотрится, конечно же, по-взрослому. Так, что можно сюда приклеить? Ну, конечно же, можно воспользоваться какими-нибудь просто обыкновенными полосочками. Такие шермикончики есть и серебряного цвета, и черного цвета, да. Шермиконы линии. Есть линии золотые, есть линии серебряные, есть линии черные, линии белые. Очень классный разделитель, четко, со вкусом, ничего сверхъестественного, ничего как бы сверх, скажем там, ну, воображение. Очень четко, очень красиво. Мне очень нравится добавлять в любые работы, и говорила, и говорить буду. Нравится, когда добавляются какие-нибудь словечки. Но шермиконов со словами, вообще великое множество компаний Эми, всевозможные слова, стараюсь брать такие шермиконы, где вот коротенькие какие-то словечки, и беленькими буквами, и черными буквами, и золотыми тоже, они как украшалки смотрятся. Вот, и поэтому сейчас банально, девчат, аккуратненько, ничего сверхъестественного, ничего лишнего. Мы с вами наклеим какую-нибудь линию. Мне нравятся очень тонкие линии. У меня часто бывает, что наклеиваешь, наклеиваешь, и тоненькие линии чаще, ну, больше тратятся, нежели широкие линии. Тоненькие, они так прикольно смотрятся. Вот смотрите, вот в этом варианте, например, использовала серебряную, самую тонкую, самую тонкую. Видите, вот еле-еле заметно, ничего такого широкого, просто тоненько, красивенько. Видите, отделяет. Здесь такую цепочечку использовала в верхнем образце. Так, берем шармикончик. Так, ну давайте вот не самую, как бы маленькую, а вот которая вот следующая идет по размеру. И смотрится сразу по-взрослому такой вариант дизайна. Если клиент носит золотые украшения, золотая полосочка очень будет, кстати. Если клиент носит серебряные украшения, то, конечно же, надо воспользоваться серебряными шармиконами. Так, все, разделили на две части. И теперь хорошо бы добавить, если добавлять. А мы всегда пытаемся что-нибудь добавить. Те, кто постоянно смотрит, знают, что мы очень любим моменты вот этого всякого. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, девчата. Ушла с экрана, потому что неудобно просто приклеивать. В подтверждение того, конечно же, промахнулась с первого раза, поэтому сейчас поправим все это дело. Ну вот, видите, получается, что мы ничего не рисовали в этом дизайне, да. Только, единственное, чуть-чуть похлопотали. Немножко похлопотали над переходом цвета. Ну, а дальше мы закрываем, девчат. Ну, матовым топом я не вижу смысла закрывать, потому что та же полосочка, которая золотая, да, мы приклеили, она блестеть у меня не будет. Вот, возьму Ультрашайн, топ без остаточной липкости, который очень хорошо, долго держит блеск, долго не темнеет, долго не становится, ну как, не царапается, меньше подвержен всяким механическим воздействием, нежели топ без липкого слоя Теклос. Теклос мы можем использовать как промежуточный этап и как завершающее покрытие, а вот Ультрашайн только как завершающее. Очень классно блестит, и для образца как раз самый лучший вариант покрытия. Просушиваем, девчат, в лампе. Когда вы сушите топ, лучше просушите его минутку, а лучше даже две. Так, это мы сделали с вами градиент гель-лаками из коллекции Лосен Тайм, и использовали два цвета 393-392. Видите, вот они такие зелененькие, и получается у нас вот такой вот вариантик. Я хотела их отдельно прикрепить, но сейчас. Вот таким вот образом, видно, девчат? То есть градиент и рядышком просто покрытые цветом гель-лочки из коллекции Лосен Тайм. Кстати, есть коллекция Лосен Тайм, где есть в лакончике по 6 мл, а есть по 9 мл. Можно, например, как бы вот у меня, кстати, 6. Они такие вот небольшие, но при этом, конечно же, тоже надолго хватает. Вот расфасовочка, то есть в магазине продается, есть и цвета такие, знаете, как бы не пастельных оттенков, не летние, да, а как раз-таки ультрашан, бриллиант. Сейчас я вот вернусь к вопросам. Итак, коллекция Лосен Тайм, 8 оттенков, да, и мы взяли из двух из них, сделали градиент. Времечка, конечно же, у нас еще есть, и мы сейчас с вами сделаем, допустим, возьмем в работу три цвета. Я думаю, что вы не будете против. Так, значит, прочитаю быстренько вопросы. У меня снова, так вот так, подождите секундочку, втираем сухой салфеткой, так, так, так. Официально есть. Вытираем сухой салфеткой. Вы имеете в виду кисточку? Можно сухой, можно влажной, не важно. Здравствуйте, почему штамп не отпечатывает? А, Наташ, а на сам штамп набирается краска? На сам штамп лак набирается, как бы, вот этот момент непонятен, да? То есть, если вы набрали на сам штамп, оно должно, конечно, отпечататься, значит, может быть, оно уже успело высохнуть на штампе. Поэтому постарайтесь делать все, как вы делаете, только быстро. У меня снова такое было. Обезжирила, дала высохнуть, потом скотчем почистила, и все работает. Ну, видите, замечательно. Вот лайфхак Венера предлагает. Я думаю, что надо тоже попробовать. Присоединилась. Так, попробую. Спасибо. Какой топ, бриллиант. Ультрашайн, да. Марин, ультрашайн брали. Ультрашайн – это гель-лак. Спасибо, спасибо, пожалуйста. Так, и мы с вами продолжаем работать с коллекцией гель-лаков, которые относятся к коллекции… С гель-лаками, которые относятся к коллекции… Ой, простите, у меня типсик упал. Сейчас я… Хорошо, что камера не на меня, а то очень смешна сейчас картина была, как я под столом лазила. Так, ну давайте, давайте сделаем вариант, будто бы не на весь ноготь. И прежде чем мы начнем делать градиент, даже из трех цветов и не на весь ноготь, я покрою ноготочек таким вот натуральным цветом. Я очень часто его использую в работе, когда делаю образцы. Это 151-й гель-лак, он также красиво смотрится на клиентах. Такой камуфлирующий. И со свадебной коллекцией 151-й гель-лак, он с натуральным цветом и с легким золотистым мерцанием. Так, покрываем, как будто у нас с вами камуфлирующая база. Так, просушим пока. И задействуем с вами три цвета, три цвета. Но изначально я возьму два. Давайте вот этим, например, 388-й и 392-й. Изначально возьму два. А потом к ним добавлю третий. Оно так легче будет, так легче получаться. Я сегодня говорю про градиент, который как, ну как легко делать, да? То есть как бы вот, как бы я сделала, чтобы было быстро на клиентах. Так, ну, например. Так, вот здесь будет чуть повыше нанесен красненький. Так. Подвинула. Ну и вот так аккуратненько, вот так, вниз. Так, и второй цвет, да? Мы договорились, что это будет 392-й. Коллекция Lost in Time. И вот таким вот образом. Можно было даже изначально вот этого первого цвета, да, 388-го нанести чуть поменьше. Ну, я думаю, что мы сейчас с вами потихонечку выкрутимся из ситуации. По-другому никак. Придется выкручиваться. Пока не начала делать, подняла. Значит так. Татьяна. Наташечка, вы можете показать дизайны с новыми S-Base? Танюш, вот вы сейчас задали вопрос. Наши менеджеры посмотрят и дадут мне задание на следующий раз. То есть, как бы, что у них по плану. Может быть, наоборот, как раз таки план совпадает, будет с вашими пожеланиями. Поэтому менеджеры все видят, все вопросы. И они, конечно же, помогут составить расписание занятий на следующую неделю. И поэтому я думаю, что все будет хорошо. Либо Катерина Николаевна Мирошниченко делает дизайны с такими базами. Либо Тагуи у нас часто проводит, да. То есть, как бы, мастер-классы. Ну, или дадут задание мне, и мы сделаем. Итак, девчат. Точно так же, как и в первом варианте, я смешала два цвета между собой. Так как цвета довольно-таки полярные, можно взять вот здесь вот, как бы, граница рисковатая получается. Я подмешала еще смешанный цвет и нижний цвет. Видите, горизонтально, да? Сходила туда-обратно, все движения кисточки сверху вниз. Кисточку вытираем. Переносим кисточку наверх. И аккуратненько с того места, где начинали, начинаем, грубо говоря, натягивать красненький цвет на желтенький цвет. И сразу можете для себя... Ну, нет, не вы для себя, а я для себя делаю вывод, что, конечно же, во втором слое придется красного нанести чуть меньше. А то что-то я прямо разгулялась с ним. И чтобы ни один нерв на лице не дрогнул, даже несмотря на то, что я переборщила с верхним цветом, я все равно по-взрослому дохожу до самого конца и прохожусь еще разочек. И проходясь еще разочек, выравнивая поверхность покрытия, выравнивая цвет покрытия, плотность, однозначно сделала для себя вывод, что второй слой нужно нанести, конечно, тоненько. И желтого цвета мне нужно будет нанести побольше. Так, а пока я сейчас из-под камеры выйду, потому что отсвечивает, не видно. Вот так вот немножко на кончике поправлю. Так, и теперь, конечно же, мы просушиваем все это дело в лампе. 30 секунд. Так, и наносим сейчас второй слой. Значит, ну, на клиентах, конечно же, должно пройти 30 секунд, да, пока мы сохнем. И мы с вами делаем вот такой вот вариант крайний, хотя на самом деле можно прикрепить все, что угодно, не так, как, допустим, у меня. Ну, сделаем вот такой вариант. Смотрится по-взрослому, прикольно. Это будет по типу вот такого же, видите, идентичный вариант. Очень прикольно смотрится. Свон сложный, а на самом деле делается очень-очень быстро. Так, мы подсушили. Так, и все данные себе обещания пытаемся сдержать. Итак, красного будет совсем-совсем чуть-чуть. Цвет номер 388 коллекция Лосон Тайм. И 392-й. Оп, видите, ну, конечно же, теперь видно невооруженным глазом, что нижний цвет. Я не буду конкретно даже на название гирлака завязываться. Буду называть вот так верхний цвет и нижний цвет, потому что эти цвета могут быть как любые. Могут быть светлые, могут быть темные. Могут быть цветные, там разные, абсолютно неважно, даже из какой коллекции. Так, и теперь аккуратненько смешиваем эти два цвета между собой под серединочки. Кисточку вытираем насухо. И если есть желание, можно, конечно же, подмешать границы между верхним цветом и смешанным цветом, между смешанным цветом и нижним цветом. Все, вот я просто подмешиваю, да, я ничего сверхъестественного не делаю. По большому счету переход цвета получается очень даже плавненько, симпатичненько. И теперь аккуратненько натягивай, как будто бы натягивай верхний цвет на нижний, туда-обратно чуть ниже, туда-обратно чуть ниже, туда-обратно чуть ниже, туда-обратно чуть ниже. И аккуратненько-аккуратненько натягиваем верхний цвет на нижний цвет. Так, просушиваем, ой, простите, вытираем кисточку. Прохожусь еще разочек, да, чтобы поверхность покрытия была ровненькая, чтобы цвет переходил из одного цвета в другой, ровненько желательно. Аккуратненько двигаемся сверху вниз. Так, аккуратно двигаемся сверху вниз, натягивая верхний цвет на нижний, выравнивая поверхность. На заднем плане слышны как лучики, да, слышите? Что это никто там молотком не стучит, просто кто-то ходит по коридору. Кого-то не успели предупредить, что у нас прямой эфир. Ну, я думаю, что это не испортит так. А я пока заговариваю вам зубы, прохожусь еще разочек, хочу, чтобы еще более плавный переход. Хотя, конечно, когда мы топом по кроме, все будет плавненько. Часто спрашивают, а можно три слоя нанести? Девчата, ну, я стараюсь всегда укладываться в два слоя. Так как мы и первый слой истончили, и второй слой истончили. Вы знаете, как бы толщина ногтевой пластины сильно не увеличится, если вы нанесете такой же тонкий, истощенный третий слой. Просто вы не столько потратите материала, сколько вы потратите время. Поэтому старайтесь укладываться в два слоя. Так, просушиваем. И вот сейчас момент истины, девчат. Я просто хочу третий цвет сюда добавить, чтобы оно смотрелось еще круче, по-взрослому. Просто я возьму еще один цвет из этой же коллекции, присоединю сюда, он будет более темный, чем 388-й, да, 394-й цвет. А, простите, нет, еще хочу темнее, 387-й я возьму. Хотя, можно и этот цвет взять тоже. Давайте этот возьмем. Раз уж я его изначально взяла, чтобы вы не подумали, что я тут... Так, и аккуратненько мы сейчас его добавим сверху. Я пока подняла глаза. Здравствуйте, Наталья, скажите, градиент... Так, еще, еще, еще. Тут и дизайны, спасибо, вы можете показать дизайн. Так, уже по поводу сказала. Так, присоединились. Здравствуйте, Наталья, скажите, градиент гелевыми красками сложно делать? Девчат, абсолютно не сложно. Даже иногда, вот девчонки в классе, когда делают и гель-лаками, и гелевыми красками, часто говорят, что гелевыми красками делать легче. Почему? Потому что они более плотные. Их так немножечко, как бы с усилием нужно немножечко перемешивать и натягивать цвет на цвет. Но, вы знаете, качество покрытия, оно еще в глаза лучше становится. И часто бывает, что за один слой достигаешь идеального перехода цвета, и даже второй не нужен. Так что гелевые краски для градиента подходят очень круто, очень хорошо. И, как бы, абсолютно в этой же технике. И ничем не хуже, чем гель-лаком, даже еще лучше. Цвета несочетаемые, сказали. Красные с таким вот стерракотовым. Ну, вы знаете, как бы, ну, на мой взгляд, сочетается и очень даже прикольно. Смотрите. Дело в чем? Дело в том, что в любом случае, как бы, на вкус и цвет товарищей нет. Иногда клиенты просят такие сочетания цветов, которые, ну, на голову не натянешь, да? То есть, как бы, никогда в жизни бы не сочетала эти цвета. Это вот, как, например, у меня пунктик в голове. Мне совершенно не нравится, когда в градиенте смешивают красные и зеленые цвета. Вот от слова «совсем». Или, например, там, «оранжевый» с «зеленым». Получается, знаете, такая грязь-грязь посредине, когда смешиваешь эти цвета между собой. Вот, поэтому, как бы, вот красный с «зеленым» или оранжевый с «зеленым» мне, например, вот совсем не нравится. Вот, а иногда берешь какие-нибудь цвета и, знаете, никогда в жизни не подумал бы их сочетать. А они сочетаются, и причем очень круто. Ну, в любом случае, знаете, как бы, мы же действуем как клиент наш, правильно? Вот ей надо, чтобы вот такие цвета, например, участвовали в покрытии. Берем и делаем. А в этой технике можно смешать, на самом деле, все, что угодно. Вот, смотрите, мы добавили третий цвет. Я просто его аккуратненько по границе нанесла и чихонечко растушевала. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте, Лилия, Алия, да? Все, вижу, Алия. Значит, просушиваем, девчат, просушиваем. Да, и получается у нас как бы три цвета, да, от темного к более светлому. Так, значит, опять же, можно ничего не добавлять, но согласитесь, потому что и так красиво. Часто бывает, когда очень красиво покрытие сделано, ну, не добавляют больше ничего сверху. Или наоборот, когда у фона нет никакого, допустим, самый простой, там, да, белый, черный, красный, желтый, зеленый. А, например, дизайн сверху какой-нибудь делает такой, навороченный. То чем проще фон, да, тем сверху можно понаворотить побольше. А раз у нас уже все-таки фон и два цвета, и три цвета, считаю, что, в принципе, сверху можно ничего не добавлять. Но так как, опять же, все-таки у нас школа, которая славится все-таки дизайнами... Это я немножко дотянула до соседнего стола, чтобы подушечку очистить, скотч возьму. Так вот, если у нас все-таки взять во внимание, что все-таки школа Екатерина Мирошниченко очень много-много лет именно славила своими дизайнами, курсами по дизайнам и так далее. Поэтому мы, конечно же, стараемся добавить какую... чем больше, тем лучше. В Катиных традициях, знаете, все лучше и сразу. Или даже не в Катиных, там, в ростовских традициях. У нас в Ростове-на-Дону все равно очень много клиентов ходят к девчатам, которые все равно делали и делают дизайны. И вообще на каждом мастера находятся свои клиенты. И мастер, если рисующий, если мастер делает дизайны, то и клиенты такие же подбираются, которые любят дизайн. Если мастер не любит, то и клиенты, конечно, никогда не полюбят. Так. Наташа, здравствуйте. Добрый день. Какая тема? Пропустила начало. Любовь спрашивает. Любовь, мы говорим про градиент. Вот. Мы говорим про градиенты. Для градиента брали гель-лаки, которые у нас относятся к коллекции Lost and Time. Видите, вот я просто пыталась смешать. Вот, например, есть в коллекции желтый и зеленый. Видите, вот как они в градиенте смотрятся. Ну, плюс сверху еще элементы декора, да, с помощью техники стемпинг. Или вот, видите, тоже переход цвета. И как можно дальше обыграть. Вот такие, например, варианты. Так. Ну, а мы с вами использовали три цвета гель-лаков из коллекции Lost and Time. Сделали градиент. Конечно же, вытираем липкость, да. Ну, как правило, отпечатывают на обезжиренной поверхности. Взяла обезжириватель, обезжирила. Так. И, девчат, например, возьму какую-нибудь, мне нравится очень, пластинку со шрифтами. Видите, шрифт. Вот такой вот. Всякие разные абстракции. То есть, ничего конкретного. Есть куча клиентов, которые говорят, да, дизайн хочется, но не цветочки. И поэтому в ход идет абстракция. И почему бы не воспользоваться нынче модным веянием дизайны, сделанные с помощью отпечатывания, да, с помощью пластинки. Так называемый стемпинг. Так. Ну, а мы с вами сейчас быстренько отпечатаем. Я предлагаю взять для отпечатывания, знаете, что сейчас? Эмпасту. Эмпасту. Гелевую краску без остаточной липкости. У нас такая краска без остаточной липкости называется эмпаста. Так. И мы сейчас нанесем быстренько эмпасту на поверхность. Давайте какую-нибудь там. Я вас любил, чего же более, да? Вот, например, вот такой вот вариант. Так. Эмпасту нанесли. Сейчас я возьму свою любимую карточку для того, чтобы убрать излишки. Эмпастой можно играться хоть до утра, потому что она же не высыхает на воздухе, как любая лаковая краска, да, как лак, скажем так. Видите, все убрала лишнее. Теперь аккуратненько наберем это все дело на подушечку. Давайте я возьму маленькую подушечку сейчас. Это как-то тут вражеская. Аккуратно. Чуть-чуть с усилием накат. Белая эмпаста очень хорошо работает в этой технике. С этой техникой, скажем так. Отпечатываем на поверхность. Просушиваем, да? Ну, лак сам высыхает на воздухе. Эмпасту придется просушить в лампе. И я возьму и вернусь немножечко к фону, на который отпечатывала. Сейчас, девчат, буквально еще пару-троечку секундочек просохнет эмпаста. Это гелевая краска без остаточной липкости. Так. И я вот чуть-чуть вот сюда нанесу. Нанесу капельку-капельку в верхнюю часть. Оно так еще интереснее будет смотреться. Видите? Так, аккуратненько. И вот сюда протащу немножечко гель-лак. Слово дурацкое, конечно, выбрала. Немножечко вот сюда протяну гель-лак, чтобы растушевать на поверхности. Видите? Немножечко и белый отпечаток немножко становится такой, как в дымке, как в тумане. Так. Просушиваем, естественно. И давайте добавим в работу шармиконы. Смотрите, я сегодня выбрала вот такой вот добавить в работу шармикон. Я думаю, тоже у многих есть. Если нет, например, в Ростове такие шармиконы продаются сейчас со скидочкой. Сейчас вам скажу номер. 174 значки и символы. 174 номер наклеечек. Значки и шиммеры. Видите? Вот такие вот прикольные штучки. Просто у меня уже есть открытый. Сейчас я вам покажу. Ага, хотела быстро показать. Ага, вот так. Такие вот штучки-дрючки. Мне нравятся здесь вот эти цепочечки. Лав-лав-лав. А можно что-нибудь и другое подвесить. Там, например, вот такой какой-нибудь крестик вот сюда подвесить, как украшение. Видите? Хочу вот эти штуки подвесить. Так, ну если речь идет про наклеечки, то, конечно же, хорошо бы, если, например, покрыть топом без остаточной липкости. Ну, в нашем случае это теклос. Теклос. Можно тоненько-тоненько протянуть только в том месте, где вы хотите прикрепить цепочку. Вот так вот аккуратно из-под кутикулы вот сюда вниз. Вот так тонко-тонко-тонко-тонко-тонко нанесла. Теклос просушила в течение 30 секунд. Взяла наклеечку. Хотела, знаете, быстро все это дело сделать. Как всегда, что-нибудь где-нибудь прилипло, недолипло. Так, теклос просох 30 секунд. Приклеили. Конечно же, с самого начала. Все лишнее убрали. И, конечно же, девчат, перекрыли топом без остаточной липкости. Ну, опять же, любым топом, которым вы работаете. Я возьму, например, для покрытия сейчас ультрашайн. Классно блестит. Долго не царапается. Ну вот, испачкала весь стол. Ультрашайн. Ультрашайн нанесем на поверхность. Просушим минутку, а лучше две. И получится у нас с вами очень даже симпатичное покрытие. Гель-лаками из коллекции Loss and Time. Причем мы взяли с вами в работу для покрытия не два цвета, а три цвета. Видите, вот так вот у нас получилось. И получается оно и прикольно. И есть и наклейки, и стемпинг, и тонировочка, да, и градиент из трех цветов. Просушиваем, девчат. И я сейчас сделаю вот так. Вот, может быть, кто-то для себя подчеркнет какие-то варианты. Давайте отдельно вот так вот сделаем. Вот такой вот вариант. Не вижу, отсвечивает. Все лишнее из-под рук, чтобы фокус был конкретным. Какие-то липкие 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 ли пасту называется белый рафинад белый рафинад и делала отпечаток с помощью белой пасты с помощью белого рафинада очень четко отпечатывается так и так я брала вот такой вот вариант делала видно девчат может быть кто-то сделает скриншот на 1 2 3 так и вот такой вот вариант видите а вообще градиент можно сделать из любых гель-лаков которые относятся коллекции loss and time то гелевые также смотрятся гелевые жан гелевые вы имеете ввиду что гелевые также смотрятся отпечаток то есть как бы если гелевые краски с липким слоем но не так четко получается если без липкого то более четко эмпастой неоновой получится стемпинг елена до эмпастой неоновой получится стемпинг но добавьте в неоновую эмпасту капельку белой эмпасты белого рафинада хорошо перемешайте и тогда отпечаток будет более четким более плотным и цвет будет более ярким то есть смешайте неоновую эмпасту с белой эмпастой сколько сушить эмпасту если вы делаете допустим рисунок эмпасты сверху по готовой поверхности то есть по ноготочку который уже вы покрыли топом просушите минутку а лучше 2 если вы делаете отпечаток например или рисунок эмпасты под финиш то есть на цветном покрытии вы рисуете а потом закрываете топом достаточно 30 секунд очень красиво сейчас круто спасибо спасибо стемпинг из эмпасты на топ можно делать и не перекрывать топом а не да можно прямо вот ноготь просушить готовый топ то есть покрыли топом ноготь полностью готов топ высох и вы можете запросто сделать отпечаток эмпастой сверху только в конце просушите минуту а лучше 2 здравствуйте красный гель-лак витражный так постельно-белые пледы замечательно пледы как раз потому что нам надо подскажите название всех белых эмпаст которые подойдут для стемпинга то я не знаю какие существуют импасту для стемпинга вообще анечка эмпаст очень много в компании эми то есть есть классические цвета эмпаст есть ионовые эмпасты есть всякие разные пастельные оттенки эмпаст если мы говорим конкретно про белые то у нас два белых две белых эмпасты это белый рафинад и батюшки белый декор белый декор очень густая эмпаста ей сложно рисовать но отпечаток будет классно делать можно взять более универсальную и для рисования и для стемпинга просто белый рафинад спасибо огромное и так девчат ну времечко подходит к нашему к завершению я надеюсь если кто-то заинтересовался уже себе сделал скриншот то есть мы делали вот такой вот вариант тема у нас была градиент гель-лаками из коллекции loss and time надеюсь мы были вам полезны будем и впредь рассказывать показывать вам какие-то такие простейшие варианты дизайна которые не затруднят вас не сильно вас по времени как бы займут да и клиенты ваши не будут сильно долго сидеть и нудить но при этом буду ходить с дизайнами всех с праздником всем здоровья крепкого надеюсь на встречу следующий четверг как всегда в два часа с вами была сегодня наташа как любина желаю вам всех побольше денежных клиентов удачи и всего вам хорошего хорошего